Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С ветерком в Барнауле сдали в эксплуатацию отремонтированный лесной тракт. Какие еще дороги ждут обновления? На международной волне хватает либийским ВИЧ-инфицированным лекарств и как эта тема стала одной из главных на форуме в Амстердаме. Горим за родину, как отмечают десантники свой праздник и кто загорелся прямо во время выступления. Итак, на Алтае стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году. До 16 августа специальные комиссии края должны проверить больше тысячи объектов. В первую очередь, ревизоры проверяют исправность систем пожарной безопасности, наличие огнетушителей, запасных выходов и антитеррористических паспортов, а также соблюдение санитарных норм и техническое состояние зданий. В настоящее время в школах полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Формируются списки учащихся, закупаются учебники и ремонтируются здания. Все работы должны быть завершены не позднее 16 августа. Нам надо успеть подремонтировать 35 школ. Ведется сегодня строительство по краю 7 новых школ. Пристройки делаются. Три объекта таких у нас в крае есть. Более 2 миллиардов рублей, примерно 2 миллиарда 200 миллионов выделены на эти цели. Отметим, 1 сентября за парты сядут больше 266 тысяч детей. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Общероссийский народный фронт обнародовал итоги мониторинга детских садов страны. Его проводили в 84 регионах, в том числе в Алтайском крае. Всего эксперты проверили 430 дошкольных учреждений. Во многих обнаружены текущие крыши, разрушающиеся фасады, сломанная мебель в группах, грибок на стенах. Самые распространенные нарушения для нашего края оказались гораздо более скромными. К примеру, отсутствие сушилок для детской одежды и обуви обнаружили эксперты в Красногорском районе. Много нареканий на состояние детских игровых площадок. Не секрет, и мы такие случаи видели в ходе мониторинга, когда даже малейшая поломка или краска, которая отшелушивается, может нанести ребенку травму определенную. Такие вещи, конечно, устранялись буквально в несколько дней. А подобных вещей очень много где вы зафиксировали? Красногорский район, Советский район, город Рубцовск. Как отметила Марина Ермоленко, в Алтайском крае, как и в целом по России, остро стоит вопрос обеспечения безопасности дорожного движения вблизи детских садов. В этом смысле, ну вот, отличился Советский район. Здесь у нескольких дошкольных учреждений отсутствуют лежачие полицейские, знаки, а также дорожная разметка. Нарушения подобного характера должны быть полностью устранены до 1 сентября. Эксперты Общероссийского народного фронта намерены отследить в динамике результат этой работы. В этот раз мы написали письмо в Министерство образования и науки с полностью указанием, с приложением фотографий. Ну и потом точно такой же результат, который появится на сайте народной оценки качества. То есть как было и как стало. Как новенький в Барнауле сегодня сдали в эксплуатацию восстановленный лесной тракт. Его капитально отремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В чем важность ремонта именно этой дорожной артерии, какие барнаульские дороги приведут в порядок в ближайшее время, знает Илья Кочетков. Водители знают, лесной тракт не был самой разбитой из барнаульских дорог. Но его ремонта все равно ждали с нетерпением. Трассой каждый день пользуются жители многих спальных районов для передвижения на работу в центр и обратно. Люди добираются с Борзовой заимки, с Лассики, с Новосиликатного, как раз в центр города и обратно. Поэтому здесь действительно очень большой поток. Кроме того, он является и объездной дорогой для грузового транспорта, которые, минуя центр города, могут выехать по направлению Калмана. Отремонтированный участок – это 5,5 километров от Южного тракта до улицы Ржевской. Подрядчик рассказал, что позаботились о прочности, использован особо стойкий асфальт, а также о безопасности. Лихачей теперь будет фиксировать камера наблюдения. Работы обошлись бюджетом всех уровней почти в 34 миллиона рублей. Пять лет дорожное полотно будет на гарантии. Последний штрих приемки. По трассе пускают передвижную лабораторию. Она проверяет, насколько ровно положили асфальт. На первый взгляд, все в пределах нормы. Но, объяснил специалист, точный отчет будет только после анализа полученных данных. Всего на сегодня, как рассказали в Дорожном комитете, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из 44 дорог ввели в эксплуатацию 8. 10 почти готово, 31 в работе. В ближайшее время в строй введут ряд участков на потоке – на Петросухова, Смирнова и других. Тем временем в администрации уже формируют список улиц, которые отремонтируют в следующем году. Его обещают озвучить в ноябре. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. В первые выборы губернатора Алтайского края могут пройти под контролем общественных наблюдателей. С такой инициативой выступила Краевая избирательная комиссия. Накануне в правительстве региона прошел круглый стол, где обсуждался данный вопрос. Принимать решение по наблюдателям и вносить соответствующие поправки в Алтайский кодекс о выборах, референдуме и отзыве будет Краевое законодательное собрание. Краизбирком уже направил туда все необходимые документы. По словам председателя избирательной комиссии региона Ирины Акимовой, привлечение общественных наблюдателей сделают досрочные выборы губернатора более прозрачными и законными. Если депутаты КЗС инициативу одобрят, то 9 сентября за ходом голосования будут наблюдать порядка 2000 общественников. Это члены общественных организаций Края. Назначать их будет общественная палата региона. Алтайский край, как и ряд субъектов Российской Федерации, должен определиться с очень важной для себя позицией в сфере легитимного проведения избирательных кампаний. Чтобы наша позиция была не просто заявлена, а она нашла свое воплощение уже в конкретных законодательных нормах распространяемых на все ближайшие избирательные кампании. Инициативу Краевой избирательной комиссии АКЗС рассмотрят в конце августа на очередной сессии. Тогда же рассчитывают представители Краизбиркома и будет принято окончательное решение. В Славгороде разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Викторию Низаеву. 29 июля девочка ушла из дома и не вернулась. Ее приметы. Рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, стрижка коры, глаза зеленые. Была одета в короткие джинсовые шорты, желтую майку, синие кроссовки. С собой была белая сумочка. Волонтеры Лизы Алерт просят сообщить всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка. Нехватка лекарств для бийских ВИЧ-инфицированных заинтересовались в Амстердаме. Там прошла международная конференция по борьбе со СПИДом и на обсуждение попали жалобы жителей края о дефиците препарата Калетра, который часто назначают ВИЧ положительным. Насколько обоснованы жалобы, если повод для паники, выясняла Юлия Демидова. На сайте перебои.ру два обращения за два дня. И оба об одном и том же. Якобы сняли с производства самое необходимое лекарство. Врач сказала, что Калетру с производства сняли, ее больше не будет, что теперь Калетру будут всем заменять другими препаратами. Я сказал, что против экспериментов и не хочу менять ничего. Подобные жалобы на территории края появляются с завидной регулярностью. В прошлом году Алтайский край стал одним из регионов России, где особо остро ощущался недостаток лекарств для ВИЧ-инфицированных. В начале этого года на проблемы с получением медикаментов жаловались жители Рубцовска. Однако, как нас заверил главный врач краевого спеццентра, проблемы с медикаментами в настоящий момент не существует. Что касается препарата Калетра, та информация, которая сейчас обсуждается по поводу исчезновения ее с рынка и так далее, но она абсолютно не имеет под собой оснований. Препарат достаточно хорошо известный, отлично зарекомендовавшийся в практике. Он есть и в наличии в Алтайском крае, и пациенты в Алтайском крае обеспечены им в полном объеме. И вопросов о прекращении его производства официально мы не получали. Калетра, по заверению специалиста, не является безальтернативным и дефицитным препаратом. Обычно его включают в комплексную терапию, и только в ряде случаев он назначается как препарат необходимый, а в некоторых и вовсе без нее можно обойтись, говорят врачи. Схема лечения индивидуальной всегда согласовывается с пациентом. Отменить, заменить или назначить медикаменты в одностороннем порядке медики не имеют права. Все смены препаратов, они регламентированы с национальным руководством. И смена происходит по определенному алгоритму. Первое, это мы учитываем эффективность и безопасность, это действительно наличие показаний, утвержденных врачебной комиссии. И третье, это опять же вопросы в основном с пациентом. Расходы на закупку лекарств берет на себя государство. Все ВИЧ-инфицированные пациенты по закону обеспечиваются бесплатными препаратами, в том числе и калетрой, если ее назначает врач. По заверению эксперта, до конца этого года крайне необходимыми препаратами обеспечен. Юлия Демидова, Андрей Печоркин, Павел Лауранин. Наши новости. Еще один миллиард рублей потребуется на достройку художественного музея. Аукцион объявил Центр госзакупок региона. Как надеются власти, третий подрядчик наконец завершит строительство музея, за которое уже брались два крупнейших подрядчика компании «Стройгаз», которая проходит процедуру банкротства, и «Селф». Напомним, предыдущий контракт на сумму в 122 миллиона рублей с этой фирмой был расторгнут. Сейчас работы оцениваются в 612 миллионов рублей. В Министерстве строительства отмечают, здание построено примерно наполовину. Позже будет объявлен еще один аукцион на поставку оборудования для музея. Цена контракта, как ожидается, будет сравнима со стоимостью достройки здания. Ожидается, что название нового подрядчика станет известно осенью. Скалы озера Колыванского, одного из самых популярных туристических объектов Алтайского края, стали чище. Специалисты Русского географического общества за две недели июля очистили более 500 квадратных метров скальной поверхности. Работы проводились в рамках проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая». Это уже второй подход активистов к знаменитым своей причудливой формы Колыванским скалам. Первые квадратные метры они очистили еще в начале лета. Теперь работа завершена. Также от надписи освобождены скалы озера Махового в Куринском районе. Здесь пришлось восстановить, как называют свою работу географы, более 100 квадратных метров площади памятника природы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С момента начала проекта, менее чем за год, активисты реабилитировали более 2500 квадратных метров скальных образований и природных достопримечательностей. В частности, работы велись на Чуйском тракте и Белокурихе. Всего до конца текущего года планируют очистить более 3000 квадратных метров. Сегодня поздравления принимают те, чей девиз «Никто, кроме нас». 88-ю годовщину отмечают десантные войска страны. В Барнауле в честь праздника звучали торжественные речи, раздавались взрывы, гремели выстрелы. Удивить гостей боевым мастерством постарался спецназ военной разведки. Надо сказать, у них это получилось. Выступление... Получилось огонь в прямом смысле слова. Во время исполнения одного из элементов шоу после взрыва загорелась форма бойца. Благо, обошлось. Также собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу, установленному в честь воинов-интернационалистов на площади ветеранов. В эти минуты праздник продолжается на площадке «Водный мир». Там звучат уже не выстрелы, а музыка. Это стараются творческие коллективы города. Можно и себя показать, а уж мы-то все знаем, как десантники это любят, и поучаствовать в спортивных конкурсах. Свою историю этот рот войск ведет с 1930 года, когда на учениях под Воронежем впервые на парашютах было выброшено подразделение из 12 человек. Для десантников это самый лучший праздник, даже дороже собственного дня рождения. Потому что воздушные войска – это мужество, отвага и честь. Эти слова мы, ребята, знаем не по-наслужски, а наяву. 16-летняя спортсменка Избийска установила мировой рекорд на оперенстве Европы по подводному спорту среди юниеворов. Соревнования проходили в Турции. Юная Анастасия Звягина в составе российской сборной завоевала золото в эстафетном плавании в ластах, показав лучший результат среди команд. Россиянки оказались быстрее сборной Украины и Греции, которые распределили между собой второе и третье места соответственно. Огромную рыбу поймал в селе, в озере рыбак Избаева Алексей Топчев. Рыбачил он на озере Мостовое недалеко от села. Как пишет местное издание «Голос Хлебороба», когда мужчина понял, что наживка сработала, то начал потихоньку подтягивать леску к лодке, а вытаскивал рыбу с очком. Это оказалось метровая щука весом 7 килограммов и длиной около 1 метра. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 3 августа в Крае переменная облачность без осадков. До 24 тепла в Бийске и Змеиногорске. В Славгороде, Рубцовске и Олеське 23 выше 0. А в Барнауле переменная облачность. Ветер юго-западноумеренный. Ночью 10-12 градусов. Днем до 22 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний. 722 440. Звоните. Это все новости к этому часу. До встречи. О своем прадеде-невежене Василии Петровиче я узнала от своей бабушки. 19 августа 1941 года его призвали в армию. В дороге перед боем на Карельском фронте от него пришло несколько открыток и одно долгожданное письмо с обратным адресом. В своем письме он писал. «Видимо, скоро придется побывать в бою. Будем, если придется биться, не жалея своей крови. А если враг будет сильно наседать, то и свои жизни, как от нас требует Родина». Для моего прадеда это был первый и последний бой. 13 раз красноармейцы поднимались в атаку. Они почти все погибли, но не пропустили врага. Они выполнили свой воинский долг до конца. В результате их героического подвига была установлена линия фронта и 3,5 года сибирский батальон не отходил ни на шаг назад. В 1984 году после запроса в Центральный военный архив семья узнала о том, что мой прадед не пропал без вести, а погиб 7 сентября 1941 года и похоронен в братской могиле у села Рокозера в Карелии. После этого была создана группа «Поиск Алтай-Карелия», которую руководят моей бабушкой и дедушкой Малютины. были найдены и восстановлены имена 360 воинов сибирского батальона. Мы с моим братом уже третий год участвуем в шествии бессмертного полка 9 мая и с гордостью несем портрет нашего прадеда.